Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Все хорошо, все отлично Погодка супер 27 27 градусов Солнышко, ну появились облачка Ну вы знаете При такой температуре 27 Довольно таки, ну ветер Он не сильный, но он такой ощутимый И знаете, я вот это вот Очень люблю вот это ощущение, когда тебя обдувает Теплый ветер Прям кайфу, если честно Сыктывкар Добрый день, здрасте Всем приветики, привет Брянск, да-да-да, пошли все наши, короче Баку Баку Тут у нас Некрасивая история получилась Вот При задержании полицейский Не преднамеренно Ну там Табельным оружием пытался остановить Человека Азербайджанца Вот И там Тут оказалось сопротивление Короче, там в процессе борьбы Короче, ранил парня Парень умер в больнице Это как бы отдельная история Это служебное расследование Это, собственно говоря Заслуженное наказание Там В случае, если человек неправильно Там, скажем, себя повел Применил и так Ну подобное Но меня возмущает другое Азербайджанская Диаспора Вот Повела себя довольно-таки, я считаю Неадекватно и некрасиво Так вы можете себя вести у себя дома Ребята В России, в России Вы будете жить по русским законам По российским законам И если вы с этим не согласны Разговор очень короткий и простой Как это делается везде Чемодан, вокзал, домой Потому что угрожать женщине и ребенку Соответственно, жене Этого полицейского Устраивать какой-то беспредел В центре города Это неправильно Ребят Это неправильно Поставьте Как бы, да Себя на наше место Вот представьте себе В Азербайджане В результате, там, не знаю Пьяного русского Мы же другими не бываем, да Вот Застрелил азербайджанский полицейский И вдруг русские там Которые живут в Азербайджане Устроили бы что-то подобное Как бы вы На это отреагировали Возникает вопрос Я все понимаю Но Безусловно, горе Безусловно, трагедия И есть И есть предпосылки к тому Чтобы в этом разобраться Но устраивать Из этой ситуации Какой-то песец Мягко выражаясь Фигурально говоря Я считаю Этого никто не имеет права делать Никто Потому что есть закон А угрожать жене и ребенку Этого полицейского Это вообще низко Это недостойно Недостойно Любого мужчины Независимо от Национальности И вероисповедания Женщины и дети В стороне от этой ситуации Всегда Всегда Так что так вот Возникает вопрос У меня тоже Причем здесь Жена и ребенок Приехала там Куча машин Центр города Там Несанкционированный Какой-то митинг И так далее Следствие И так продолжается Человек Отстранен от Служебной деятельности В отношении него Проводятся следственные действия Вот Собственно говоря Все Какие проблемы Выберите представителей Следите за тем Как идет Допустим По договоренности Как проходит Это следствие Вы что устраиваете Ребята Вот как бы да Когда был Армяно-Азербайджанский конфликт Тоже тут Армяне начали С азербайджанцами Вот Выяснять отношения Вы охренели Вы ничего не попутали Вы в России находитесь Хотите выяснить отношения Домой Езжайте Берите оружие в руки Встречайтесь на границе И выясняйте Вот Если вы Имейте вид на жительство Гражданство России Живите по российским законам Если вы гости Если вы гости Тем более Чем мне собственно говоря Объяснять кавказцам Что такое гость И как он должен себя вести Вот это реально подбешивает И очень серьезно Может испортить Собственно говоря Отношение внутри общества К Довольно неплохим И хорошим то ребятам Что азербайджанцам Что армянам Но в целом Научите себя вести И одергивайте Пожалуйста Особо ретивых Особо ретивых И так далее На место Ставьте сами Потому что Потому что Если это будут делать Русские Это будет уже Называться Там я не знаю Как угодно Но только не Это Не наведением Порядка В собственном доме Тут же будет Обвиняться сразу Что русские Фашисты Националисты И так далее Не забывайте Ведите себя в гостях Как гости А то ж можно и домой Раньше времени уехать Да? Все Высказал свою точку зрения По этому поводу Вот Да Здравствуйте Липецк Липецк Постригся Да Нет Ну там Там действительно Ситуация Как бы с одной стороны Она непонятная Надо разбираться Вот Но в целом В целом Я лично Так скажу Вот мое мнение Вот оно может быть Как бы не совпадает С мнением Ну как бы этот Не понял Чего 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 Кавказец Не гость Секундочку Дорогой мой товарищ Ты слышал Что я говорил Я говорил О конфликте Азибаржанцев С армянами Вот Я не говорил Про наш русский Кавказ Русский Кавказ Я имею ввиду Еще как бы Независимо Это просто Россия Еще раз говорю Вот не надо Пылить на ровном месте Слушаем Внимательно Конфликт был Между азибаржанцами И армянами Когда началась война Конфликт был Когда полицейский По неосторожности Оказавшему сопротивление Там Задержанному Там Выстрелил в голову Идет следственно это Это не значит Что азибаржанцы Должны угрожать Ребенку Жене Вот ты как кавказец Скажи мне Это нормально Вот был бы там Я не знаю Твой обидчик Ты бы угрожал Убить его ребенка И жену Вот ты как Русский кавказец Да Я думаю нет Потому что У тебя есть честь Достоинство И понимание Что женщины И дети В этой ситуации Находятся в стороне Ты бы разбирался Конкретно с обидчиками Не трогал бы Его родственников Тем более Женщин и детей Здесь себе люди Позволили это И это говорит О том Что это низкие люди Это подло Вот Потому что Легче всего Пугать беззащитных Кто не может тебе Ответить В силу своей природы Маленький ребенок И слабая женщина Вот Устраивать какой-то Там голдеж Там приезжать Там на машинах Там в центр города Там с плакатами Там и так далее И так далее Граждане России Это граждане России Живите по российским законам Если ты гость Тогда веди себя как гость То есть Относись пожалуйста Вежливо К стране Которая тебя приняла И что бы там ни случилось Все должно быть В рамках закона Я думаю так Я не знаю Зачем оказывается Сопротивление полицейским Ну Видимо Была на то причина Как я говорю Там Мутная история Я не оправдываю Ни в коем случае Полицейского Еще раз говорю Я его не оправдываю Вот И по отношению К нему идет Служебное расследование С чем оно закончится Я думаю Что вполне может Закончиться тем Что его посадят Вот и все Но что касается Применения табельного оружия Я лично За Я считаю Что полицейский Имеет право В случае угрозы Жизни и здоровью Там Своему Или там Даже напарнику Потому что Ну глупо конечно Было бы не применить оружие Если бы твоего напарника Убивали у тебя на глазах Нет Я считаю Что можно применять И я считаю Что нужно применять Потому что мы живем В то время Когда довольно таки Много Не Не обузданных Не уравновешенных Психически В том числе Людей Которые вполне Способны Там Нанести Там Какие там Увечья Там Угрозу жизни Там Окружающих создать И так далее Вот Потому что Ну общая мировая практика Говорит о том Что табельное оружие Применять Оно у него для этого И существует Для того чтобы защитить Прежде всего граждан Во вторых Защитить там Может быть в последнюю очередь Там свою жизнь Вот и все Вот и все Да причем Если как Послушайте Мы нормально Относимся И к армянам И к азербайджанцам И к другим народам И так далее Когда они себя ведут У нас здесь Ведут себя В рамках закона В рамках закона Нормально Бывают какие-то там Такие моменты Там что-то и так далее Но это так По-хорошему Можно всегда Спокойно Что называется Выяснить отношения Поговорить И расставить точки нады Вот А потом Понимаете Это же единичный случай Единичный случай Как бы Да Когда представитель Одной нации Как бы Да там Ну В каждого народа Есть свои бараны Которые позорят Этот народ Я считаю Вот и все Так что так Человеческая жизнь Никогда ничего не стоила Единственное время Было Когда человеческая жизнь Действительно Чего-то стоила Это был поздний Советский Союз Ну После там уже Великой Отечественной войны Туда уже Ближе туда уже К хрущевским временам А прибрежневе Тем более Вот А так человеческая жизнь Никогда ничего не стоила Поверьте мне Мы пытаемся Это как Как ценность Некую Преподнести Всегда старались Возвести Ценность Человеческой жизни Все религии Об этом говорят Все религии Об этом говорят Что Человеческая жизнь Человек творения Божия Какой бы он ни был И так далее И так далее Вот Если он не совершает Акт Агрессии И геноцида По отношению Там к тебе Твоим близким Твоему народу И так далее Ты не имеешь права Его трогать Если он пришел С оружием В руках К тебе домой Ты имеешь право Его там убить Но в целом Нельзя Господь дал жизнь И только Господь имеет право Ее отобрать Вот И все Но есть вещи При которых ты Обязан себя защищать Себя Свой дом Свою страну Там И так далее Вот Когда ты можешь Применить в ответ Оружие Вот Ну это все такое Вы знаете Дискуссия такая Это все Обсуждается Говорится Можно находить И с той И с другой стороны Ну какие-то там Да Если это дискуссия Там спор какой-нибудь Всегда можно находить Какие-то вещи Которые И та И та И та сторона Будет права Но в целом В целом Мы все Всходимся к тому Что Человеческая жизнь Бесценна В смысле Не в смысле Что она ничего Не стоит Наоборот Ну как бы Нет цены Это высший дар Бога Человеку Что за ватные Истории Вам не надо Это Уже Уже Потому как Вы заходите И уже хочется Вам сказать Выйдите Да Здрасте Здрасте Да Ну что Посмотрел я выступление Путина По-моему единственное Я не ожидал Что он приедет На форум Я почему-то думал Что он будет В онлайн формате Вот Но стоит отдать ему Как бы Скажем так Ну Респект конечно Но видите Он на протяжении Семи лет Посещает это мероприятие Вот Ну Я его послушал Очень толковые вещи Очень Обо всем Очень много Хорошо и правильно сказал Вот То есть То что мы Ну вот Если вы Вы слышали Как бы Да То практически Чего мы с вами Там Ну в дискуссиях Там Наших Там Разговорах Ну точнее Даже так скажем В моих монологах Вот Касались Он в принципе Об этом Обобщил И сказал Да Привет всем Здрасте Кто только пришел Вот Очень интересно Было послушать Очень интересно Вот Мое мнение Все равно Как сказать Мое мнение Все равно Не меняется По отношению К этому формату Вот Что касается Там Каких-то Заключенных сделок Ну Вы что Серьезно Думаете Что эти Все сделки Прямо там Заключаются Ну Во-первых Это Это как бы Намерение Там люди Подписывают Намерение В основном Подавляющее Большинство Это намерение Но что такое Намерение Юридически Юридически Оно не имеет Как бы Ну Каких-то там Обязательств Ну То есть Люди Выразили Там Скажем так Идею О том Чтобы там Что-то Где-то Построить И так далее Вот А что касается Договоров Которые там Были заключены Ну вы же понимаете Что эти договора Собственно говоря Обсуждались Там В течение Долгого Времени И Многие Компании Которые Действительно О чем-то Договорились Ну Под это Дело Как бы Решили Там Подписать Ну в смысле Под мероприятие Под мероприятие Решили Подписать Как бы Этот договор Вот Вот и все Но я считаю Что все Практически Намерения Которые там Выражаются Там Да Потому что Приезжают Большие делегации Из регионов Там Губернаторы Там Экономический блок Там Скажем так Там Регионов Там Каких-то И так далее Они Приезжают Туда По большому счету Как на ярмарку Предложить Как бы Свою территорию Свои какие-то Определенные условия Для того Чтобы у них Там Ну Создавались Какие-то Там Заводы Предприятия Там Какие-то Кластеры Там Скажем Технологические Вот Чтобы туда Заходили Ну Инвесторы Понятно Что От намерений До Как бы Времени Там Проходит И я вам скажу Так 90% 90% Всех этих Намерений Это ни о чем Ну Потому что Люди Просто не в состоянии Скажем Да Решить какие-то Скажем Вопросы Которые Мешают Тому Чтобы Ну Получилось На дачу Когда пойдем Сейчас У меня мелкие Как бы Ходят На Я его записал На такие Процедурки Там Физкультурчик Бассейн Массажики Туда-сюда Ну Парень После школы Чтобы немножко Пришел в себя Я его хочу Так это Знаете Чуть-чуть Ну скажем так Подлечить В каком-то смысле Так что так Сегодня нет жары 27 Как нет жары Единственная радость Что тучки есть Солнышко иногда скрывается Вот Здравствуйте Рады видеть Донецк на связи Привет Донецк Сибирь приветствуют Здорово Сибирь матушка Вот здорово Спасибо Вот Сибирь Видите Путин сказал Что как бы По большому счету Там Планета должна платить Россию За то что Мы там являемся Ну в смысле Россия является легкими Да там Планеты Ну это не только Сибирь Это весь Урал Это туда Там наш там Север Там заполярный круг И так далее И так далее Вот Мы поглощаем Углерод Углерод собственно говоря И так далее Вот И он очень четко Помните то о чем я говорил Борьба с потеплением Да там С выбросом там СО2 вот этого В атмосферу Это деревья Деревья Нужно сажать деревья Вот Потому что Ну мы же знаем с вами Из природоведения Да что старое растение Старое растение Чем оно старше Тем оно Меньше 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 Поглощает углекислого газа И выделяет там В ответ там Маленькую там Часть Но кислорода Поэтому деревья Нужно старое пилить И нужно сажать Новое Чем моложе дерево Тем больше Оно в себя всасывает Как бы вот этих вот СО2 И больше Отдает кислорода Вырезали все Ну конечно Да я понял Ну вырезали все Все нет Там тайга С пустыня Да 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 Я знаю Только гномики Вот эти ходят Которых спрашивают Вы где так деревья научились рубить Да Как в анекдоте Где где В Сахаре Так там нет деревьев Ну и здесь не будет Да Да Китайцы вырубят Ну чего вы бред говорите То есть вы да То есть вот китайцы Прямо рубят лес Да Прямо Сибирь любят Китайцы Да Прямо китайцы Да И разговаривают при этом На китайском еще Дорогие товарищи Лес с вами Рубим мы Граждане России Понимаете Мы 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 с вами Рубим этот лес И продаем его Прямо еще кланяемся Кланяемся китайцам Говорите Возьмите Возьмите пожалуйста Мы вам еще нарубим Возьмите Это не китайцы рубят Давайте смотреть На вещи Честно Это мы с вами рубим Мы у своих детей Вот те кто сейчас Рубят тайгу Они должны понимать Что они отбирают Будущее у своих внуков И правнуков Которым нечем будет дышать Они будут как рыбы На суше Говорят спасибо прадедушка Понимаете Спасибо Ты заработал денежек Чтобы мы появились на свет Но мы сдохнем В страшных мучениях Потому что нам Нечем будет дышать Так что вот не говорите Чушь про китайцев Которые рубят тайгу Тайгу рубят не китайцы Тайгу рубят Граждане российской федерации Да Так что вот так вот Поэтому хватит уже На Китай загонять Приезжает один китаец Один китаец С чемоданом денег И покупает Я не знаю зачем рубят Вот я не рублю Я наоборот сажаю деревья Вот Или если вы мать вашу Рубите Как бы эту тайгу Ну так падлы Сажайте же хотя бы в ответ Вот грубо говоря Один идиот рубит Второй следом Сразу сажает Вот так вот тогда делайте Да В Финляндию тоже много Да Финны приезжают рубят Это из вот этой серии Да Да Так что вот так вот Поэтому очень четко он все объяснил Все хорошо По поводу газа рассказал Вот Ну по поводу Украины тоже сказал Ну как бы В принципе ничего нового Единственное что он это очень-очень тонко Очень-очень тонко Я сейчас Я иногда поглядываю шария Вот Жгут они тоже Да конечно Тоже они жгут Приходят шашлыки Как говорится Жрут водяру Разжигают шашлыки Устраивают вот это Ай на не на не Уходя Уходя после этого Даже извините за подробности Даже Пассать Не могут На угли Грубо говоря от костра Там окурки разбра Слушайте Я знаю как Я знаю как русские товарищи Ходят на шашлыки Поэтому вот давайте Понимаете Вот прежде чем на кого-то пенять Посмотрите на себя в зеркало И понятно будет Кто рубит тайгу Кто жжет ее И так далее И так далее Вот Так что ребятки Давайте как говорится Да Нечего пенять Я говорю еще раз Это вот последнее дело Искать виноватых В своих несчастьях Да Где-то Виноваты Вот отсюда начинается Так что так Юра Очень резко Я вообще как бы парень такой Знаете Как пуля резкий иногда бываю Вот Я еще раз говорю Надо просто сажать деревья Я считаю что вообще в стране Нужно объявить какой-нибудь Знаете Ну не знаю Какую-нибудь хорошую традицию Чтобы просто-напросто Люди просто высаживали Вот массово Просто высаживали деревья Понимаете И будет хорошо Чем больше деревьев будет посажено Чем больше будет спилено деревьев старых Вот Грубо очень Не нравится вы детей Слушайте Все же решается очень просто Так что так Праймерис Ну хорошо Праймерис Да Я прошел Я в списке Да Разруха начинается в головах Да Вот именно Все правильно Это еще Булгаков сказал Правильно Здравствуйте Питерский привет Привет Я вас поздравляю С окончанием Экономического форума Вот Послушал Путин Это единственный Наверное Как бы Ну вот Единственный Наверное Положительный момент Всего Зачем вам В каком районе Москвы Я живу Вот Понять Все прекрасно знают Что я живу В совхозе имени Ленина Вот Что 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 На выпускной Сажать деревья А чинушек коррупционеров И чинушек коррупционеров Хорошая кстати Была бы традиция Я считаю Что да Причем Я предлагаю Чинушек коррупционеров Которые Которые Способствуют Того Чтобы лес Вырубался Допустим И продавался Там в Китай Там или в Финляндию Чтобы вот Эти чинуши И коррупционеры Этот лес И сажали Вы сделали прививку Молодец Поздравляю вас Вот Да Надо Наш совхоз Красивый Наш совхоз Мой совхоз Красивый Да Вот Не Надо просто больше сажать Я говорю Что По большому счету Вы поймите Что я раз говорю Старые деревья Действительно надо рубить Ну то есть Потому что Это надо Иначе Ну как бы Просто-напросто Лес погибнет Если его там Скажем Ну там Не делать очистку Но надо же сажать И Путин правильно сказал Что говорит Хотите зарабатывать Углеродные единицы Вот Которыми будете расплачиваться При транспортировке Своей продукции За рубеж Где у нас ведут Сейчас Сейчас все страны Введут по большому счету Этот углеродный налог Вот Можно заработать Он правильно сказал Отличная система Прекрасная Я считаю Что я вот лично Двумя руками За Скажите пожалуйста Умоляю Куда он приехал Кто Путин На экономический форум В Санкт-Петербурге Если вы об этом Если вы спрашиваете Меня куда Я в принципе Ну как бы Никуда особо не уезжал Я переместился Из пункта А В пункта Б Но это все в Москве От прививки Сутки колбасила Ну бывает А что же вы хотели Значит у вас есть иммунитет Так и должно быть Вот Так что так вот Да Поэтому я говорю Что срубили дерево Посадили А лучше сразу два Вот Почему те которые живут На прожиточный максимум Хотя бы чтобы жили Я не знаю Вот знаете Вот у меня знакомые У меня знакомые В Крыму Которые говорят Мы говорит Не можем понять По количеству приехавших И по тому Как они тратят деньги На все Мы пытаемся понять У кого все таки В России Зарплата 20 тысяч Ну то есть Вот Крым Краснодарский край Сочи там Да и так далее Все задаются вопросами Где те люди У которых зарплата 20 тысяч Потому что То что сейчас происходит На южном побережье России Это какой то Паноптикум Понимаете Это паноптикум Это просто что то невероятное Количество людей Мама дорогая Все стоит Каких то сумасшедших денег Все тратятся Все гуляют Все отдыхают И так далее Местные говорят У кого 20 тысяч Зарплата Мы понять не можем Говорит Мы не можем понять Так что Ташкент 40 градусов жары Здравствуйте Какая у вас погода 27 я говорил Там тратят в кредит По полгода долги отдают Нет Ну может быть Я примерно так и сказал Я так примерно и сказал Я говорю Подозреваю Что это кредиты Да Я прививку испытывал На себе Да Паноптикум Когда за всем этим следят Не ругательство Ну наверное У нас 20 тысяч Зарплата Вполне хватает Вы Вы какие то уникальные Героические люди Но это хорошо Что вы умеете жить Как говорится Ну по средствам Вот в чем дело Вот Это правда хорошо Пожалуйста Ответьте пожалуйста Вы прививку Я прививку испытывал На себе Ядрит Мадрид Я же не говорю Уже третий раз Я уже миллион раз Уже сказал Я испытывал Я второй компонент Себе поставил Еще 20 23 сентября Прошлого года Я был вот в тех Вот 10 тысячах Там или сколько Сколько там у нас было Там 10 10 это было в Москве А вообще по стране Было 40 тысяч Я был одним из тех 40 тысяч Кто эту прививку Испытывал на себе Еще раз говорю У меня клеточный иммунитет Оказался Все Я до сих пор еще Участвую в программе Ну в смысле сдаю Кровь там И все остальное Для того чтобы Ну как бы Научные смысле Выяснить откуда Что и как И так далее У меня вот в августе Это все закончится только Но мне уже огласили Огласили мне уже Мои данные Хватит уже про это говорить Не прививайтесь вообще Хватит меня спрашивать Вот Не хотите Не прививайтесь Отстаньте от меня уже Вот Значит через 2 года Значит через 2 года Мы умрем с вами Все может быть Мы можем с вами Умереть и завтра И поверьте мне Прививка здесь Ни при чем Да Здрасте Да Скоро на лбу Надо будет писать Нет я говорю Что по хорошему Надо наносить Какие нибудь Знаете Знаки Вот На шею там Или на руки там Чтобы было вообще понятно Умрем через 2 года Хорошо Я собираюсь жить Как минимум еще 20 Ну если вы Как бы собираетесь Ну Как говорится Знаете как это Как хотите так и будет Да Да У нас прививки не хватает Нету Казахстан Так приезжайте Путин же сказал Что пожалуйста Приезжайте Вакцинируйтесь в Россию Они на всех переходах Пограничных Собираются установить Ну как бы эти Разъездные Разъездные Ну лаборатории Которые будут прививать Людей Которые Ну это будет Извините за деньги Вот Которые хотят привиться Но не имеют возможности Можете приехать На границу с Россией Я думаю что в ближайшее время Приезжайте У нас вакцина есть Наши вакцинироваться Не хотят Вот Потому что Вот видите Какую чушь говорят Что через 2 года Мы все умрем Вот Поэтому приезжайте Вакцинируйтесь Как говорится Хоть с вашей стороны Зараза не зайдет К нам тогда Вот Так что так вот Границы закрыты Еще раз Ну господи Вот чем вы слушаете У вас же вроде Уши ж есть Да Я же еще раз говорю Путин приказал Рассмотреть вопрос О том чтобы граждане Других государств Могли Могли в порядке Там определенным Там Соответственно Там Какими-то там Распоряжениями Указами Законами Могли Прививаться на территории России Переходя Переходя Границу Как бы Приезжать там На границу Там вакцинироваться Там за денежки И уезжать Слушайте Что говорят Проблема человечества В том что люди Друг друга не слышат Или слышат Только то Что хотят слышать Да Так что так вот Да Здрасте Здрасте Так что так вот Да Ну в общем да Да Друзья мои Да По поводу По поводу Как бы Опять удалил эфир Все эфиры Все эфиры Там находятся Там В течении 24 часов На моей ленте Там Плюс-минус Где-то раньше Где-то дольше Но примерно В среднем В среднем Она Как бы Ну в смысле Ну Лента у меня будет Избавляться От Прямых эфиров Ну я выхожу В эфиры Довольно таки часто Понимаете Получается Вся лента Будет сплошные Мои прямые эфиры Ну нафиг это надо Я не хочу Это моя лента Я хочу по-другому Да Да Так что Да Так что так вот У себя можно отдохнуть? Можно Мои все привились Кроме меня Пока не могу Обострение Ну я понимаю Да Если обострение есть То конечно Лучше не надо Ну главное Что ваши окружающие Понимаете Потому что Заболеть при этом Ковидом Не дай бог Да Это тоже плохо Поэтому хорошо Что ваши близкие Приявились Вот Украина Вас любит И я Тоже Вас люблю Да Реально Задолжали Эти прививками Как будто Да я же говорю Что Да Вчера смотрел Кого? Кого вы смотрели Вчера? Привет из Казахстана Привет Казахстан Привет Привет Так что Вот такие короче дела Да Вот Я рекомендую У кого У кого будет Время и желание Вы посмотрите Выступление Итоговое выступление Владимир Владимирович На этой сессии Оно очень толковое Он очень Он очень спокойно Очень толково Доходчиво Объясняет Многие ситуации Которые там Происходили в мире Там по отношению К нам Там и так далее Посмотрите Это полезная штука Даже если вы Даже если вы Его не любите Даже если он вам надоел Даже если вы Его не уважаете Но Как бы там ни было Как бы там ни было То Ну хотя бы надо знать О чем этот человек говорит Его точку зрения На какие-то вещи Понимаете И так далее Что называется Друзей надо слушать А врагов то нужно слушать Еще внимательней Что называется Да Поэтому я как бы Ну вот Об этом Послушайте Много интересного Можно услышать Лаврова идет По 360 Подмосковье Ну пускай идет Вот Любит наш президент Как сказочник Но слушайте Я так думаю Что вы Это тоже Это Можете Как говорится Там языком Что называется Помолоть Да Ну половину Как минимум А то и больше Не исполнить Я по себе знаю Я иногда Грубо говоря Да Гвоздь в стенку Обещаю Там Вбить Там Есть Есть вещи Которые я уже Лет 15 Жене обещаю Каждый год Торжественно Клянусь Так что я Владимир Ну Бывают ситуации Когда я Не могу Понимаете Одно Второе Третье Пятое Десятое Понимаете Это жизнь Понимаете Человек который Говорит Он Говорит О планах О том Что мы Планируем Сделать Сделать Это 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 Потом Понос Золотуха Пандемия Война Экономический Кризис Еще какая-то Хрень И так далее Вы что Считаете Что если Вот он Сказал То как бы Он должен Стоп Есть Огромное Количество Людей Которые Должны Привести Огромное Количество Механизмов Для того Чтобы те Или иные Законы Или планы Или поручения Президента Исполнить Вы попробуйте Просто себя Поставить На его Место Очень легко Критиковать Президента Вы себя Поставьте На его Место Вот просто Не спится вам Вот представьте Я президент И как бы Вы поступили Там В той или иной Ситуации И так далее Попытайтесь Подумать Прежде чем Говорить Штампами О том Что он Сказочник И так далее По сравнению С 90 Годами Сейчас Жизнь Раз В 20 Лучше Чем она Была В 90 И это Не само Получилось Не просто Так Это ежедневный Труд Именно Этого Человека Которого Вы сейчас Обвиняете В том Что он Сказочник Вот и все Запомните Просто об этом Думайте об этом Он взял Страну Об которую Ноги Вытирали Все Понимаете И сейчас Как мы с вами Живем Вот Если вы Живете плохо Так это Ваша проблема Больше Работайте Нету работы Ищите Работа Мало Оплачивается Пойдите На две Моя теща Моя теща Работала На трех Работах Чтобы Поднять Четверых Детей И никогда Ни на кого Не жаловалась Потому что Это была Ее жизнь Это была Ее судьба Вот и все Вам президент Ничего не должен Вам президент Должен только Чтобы в стране Был порядок И на периметрах Наших границ Было спокойно Чтобы внешние враги Не приехали Не приехали И не отрезали Вам голову Потому что А Вы не так смотрите Вы не так едите Вы не так спите Вы не тому богу Молитесь И вообще Это все Наше Вы здесь Лишнее Вот и все Так что так Вот ребята Поэтому Вам просто Или у вас Память короткая Такая Выставка Выражения Девичья память Короткая Или вы просто Тогда дураки Если вы не понимаете И не видите Что вокруг происходит И как это меняется За 20 лет Может быть за год И ничего не заметно Действительно Но если посмотреть Глобально за 20 лет Земля и небо И лично меня Все устраивает И я пашу Как проклятый Понимаете Снимаюсь там С утра до вечера Вот И слава богу Мне ничего От президента Не надо Да они же Не ну понимаете Это вот вбросы Это люди которые Вот знаете Есть огромное количество людей Которым вот вбросили Заготовленные какие-то вещи И они их повторяют Как попугаи Они даже не пытаются Задуматься и проанализировать Вот что дело Это не его слова Он где-то это вот вычитал Там в каком-то там Не знаю В каком-то там Не знаю Чате В каком-то еще что-то Вычитал вот это И все В жизни у меня Я говорю Я по 15 Я 15 лет Есть одну вещь Которую я жене обещаю И я не могу ее выполнить Да не потому что Я такой плохой Ну потому что Не получается Понимаете Когда есть деньги Не до этого Когда денег нету Как говорится Невозможно сделать То что я обещал И так далее И она спокойно К этому понимает Она это понимает Но она мне просто Единственное что Она мне да Напоминает каждый год Об этом Да Так что Все Други мои Я побежал Правда у меня куча дел еще Мне нужно купить воды Тещу привезти Там хлеб Водку и соль Я не знаю почему Я говорю Че привезти то Говорю вам Она говорит Водички привезти Ну на минеральную воду пьет Говорит Хлебушка привези Да Вот И говорит Привези мне водку и соль Вот тут я задумался Думаю Надо привезти И посмотреть Что она будет делать С водкой и солью Может я что то в этой жизни Не понимаю Да Так что так Все Давайте Да Я вас всех обнимаю Всем пока Если там на чьи то там Вопросики не ответил Как говорится Не обижайтесь В следующий раз Да Все Пока Пока Пока